Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гуралье. Скандал с бывшим олбудсменом, полномочным по правам человека при правительстве Украины, госпожой Денисовой, набирает обороты. Об этом уже пишут в различных источниках, не только в украинских, в российских, но об этом говорят и на Западе. Итак, что же произошло? Почему так внезапно ее отстранили от должности? Что такого героического она успела совершить? Поможет нам в этом разобраться историк и политтехнолог Давид Эдельман? Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Я просто хочу сразу сказать, что меня не столько интересует сама Людмила Денисова и ее сексуальные фантазии, а сколько вообще ее феномен в информационной войне. Это очень важная вещь. Но вообще должность уполномоченного по правам человека, это как бы весьма и весьма уважаемая. И по умолчанию им привыкли верить. И вдруг такой облом. Да, давайте начнем с того, какой именно облом, потому что все наши зрители, может быть, еще и знают. Уполномоченный по правам человека, это прежде всего правовая должность, у которой есть очень много правовых функций. И вот в мае Верховная Рада освободила ее от должности, выразив недоверие. Еще в мае. Причем, когда ее снимали, то многие европейские правозащитные организации, которые с ней работали, получали от нее информацию, они были возмущены. Ну как это? Вот такая женщина ездит по парламентам мира, выступает и все остальное. И передает нам информацию, и тут украинцы ее снимают. Ну как же такое? То есть просто волонтаризм получается. Да. А в Верховной Раде суть претензий к Людмиле Денисовой попытались выразить, ну, предельно, мягко и корректно. Это сделал заместитель председателя комитета Рады по регламенту Павел Фролов. И он сказал, что Денисова просто почти не выполняла свои обязанности, прямые обязанности, по организации гуманитарных коридоров, защите и обмена пленных. Это все входит в обязанности уполномоченного по правам человека. Противодействие депортации мирных граждан с оккупированных территорий и другой правозащитной действии. После этого он сказал, к тому же, она долгое время, после 24 февраля, после начала вторжения России в Украину, вот эта действующая уполномоченная по правам человека, она провела за границей, а не Украине. Теперь, а где за границей? Если бы она провела в России или в Белоруссии, где ее статус уполномоченного мог бы помочь пленным, депортированным, страдающим от оккупации и так далее, и так далее. Может быть, на Керсон она могла бы поехать, но вместо того, чтобы поехать в Россию, Белоруссию, места, где идут бои или на Керсон, она была в Давосах, Венах, Римах, Варшавах и других таких вот европейских местах. И вот Рада обвинила ее в том, что она не выполняет прямые обязанности и вскользь упомянула о непонятной концентрации медийной работы на деталях изнасилования. То есть вот собака, судя по всему, зарыта была именно здесь, потому что если бы каждого, кто не выполняет свои обязанности увольнять, то кто бы тогда остался работать? Это касается не только Украины. Да, но в Украине это тоже очень большая проблема. Не, она очень много об этом говорила, в частности, российскими военными. И именно из-за этого Денисовой была одним из наиболее часто цитируемых СМИ украинских представителей. Она рассказывала, помимо прочего, о преступлениях российских военных и о сексуальных преступлениях. И вот то, что в конечном итоге не выдержали и украинские журналисты тоже, она их смаковала. Понимаете? Она начала рассказывать о том, как НТТ происходит там, изнасилование и так далее. Ну, мы знаем, что война очень часто сопровождается. В принципе, какой-то военный историк написал, что не может быть прохода войск по вражеской территории без изнасилования. Ну, то есть такого вообще не может быть. Мы по израильской армии знаем, что такое может быть. Несколько, если вы помните, израильскую армию, наоборот, обвиняли в том, что израильтяне плохо относятся к парестинкам, потому что их не насилуют. То есть не проявляют к ним должного внимания. То есть обидные им слова. Да, да. Было такое. Было бы и в 2009 году серии публикаций и даже докторат, защищенные на эту тему, о том, вот какие израильтяне... То есть это, в общем-то, расизм, да? То есть даже не хотели... Пренебрегали арабскими женщинами. Да, расизм и так далее. Но, вообще-то, если армия проходит по чужой территории, то это очень часто связано с населением. Более того, я могу сказать, что это очень часто бывает и по своей территории. Я служил под Москвой в 87-89 году, там, где, в город Чехов, Подольск, там, где просто натыкано огромное количество военных частей. И вот истории произносил в ней солдатами местных жителей. Это были постоянные, то есть они случались периодически с достаточно большой частотой. Это те, которые становились скандальными. Но, поэтому, честно говоря, то, что износило невозможное, скорее всего, они действительно были, и издевательства над мирным населением тоже были. Мы с вами точно знаем, да? Но, то, что сделала Денисова, Денисова сделала для российской пропаганды то, что не смогли бы сделать. Ни Захарова, ни Скобеева, ни Симонян, ни Владимира Соловьева, никто. Почему? Потому что в информационной войне ты не можешь сделать того, что может сделать твой противник, когда он подставится. А Денисова и сама подставилась, и подставила Украину. Она начала сначала рассказывать о том, что она создала вот линию, на которой могут звонить все же, кто изнасилованы. И что там сидят опытные психологи, которые отвечают на телефоны и фиксируют эти случаи, и помогают людям. Потом выяснилось, что из опытных психологов сидит некая Александра Критко, об опыте которой трудно сказать, которая тоже давала интервью, об износил в них с такой чистотой, что было непонятно, когда же она работает. Но после этого выяснилось, что Александра Критко вообще дочка, она ее просто оформила через ЮНИСЕФ и сказала, что тут нету должностных противоречий, интересов. То есть это ее родная дочь была? Да, родная дочь, да. Платят ей зарплату от ЮНИСЕФ. Об остальных психологах, которые сидели за телефонами, неизвестно. Может быть, сидели, может быть, не сидели. До сих пор их ищут. Но она начала делать официальные заявления. Теперь, исходя, будучи максимально доброжелательным, мы можем сказать, что, может быть, она не все придумала. Но она точно не передала ни одного дела ни в полицию, ни в прокуратуру. То есть то, что она должна была делать, как уполномоченный по правам человека. Ей поступают эти вещи, она должна либо сама проверять, либо формировать кейсы и передавать правоохранительным органам. Ни одного. И вот офисом смены начал выступать как такое бюро по распространению порнографической информации в порнографическом жанре по принуждению. И они начали публиковать их в каком-то совершенно огромном количестве. И все более и более... И сама Денисова, я помню, однажды я наткнулся на ее интервью, где-то это было в апреле или в марте еще, когда она давала Бацман канала Гордона интервью, я был просто ошарашен, потому что... Ну, женщина вроде бы говорит о бизнесе, но чувствуется, что это ей доставляет удовольствие. А с другой стороны, она говорит, что мы помогаем женщинам сделать эти аборты, потому что вы представляете, какая это трагедия родить от орка. То есть, россияне орки, это вообще другой биологический вид. И примерно такой гон у нее составлял большую часть ее интервью. Она продолжала выступать. И у нее шло все дальше и дальше в глубине. Значит, вполне возможно, она не все сама придумала. Может быть, там, я не знаю, и кто-то троллил, звонил по телефону и передавал. Секунду, Давид, ты хочешь сказать, что вообще все, о чем она говорила, это все было придумано? То есть, вообще не было никаких этих изнасилований, не было ничего? Нет, я начал с того, что изнасилования, скорее всего, были. Но из деятельности Денисовой нет ни одного переданного в правоохранительные органы кейса. Ни одного дела. Понимаете, это то, чем она должна заниматься. Извините, полицейский постовой должен не давать интервью, а ловить преступников. Следователь должен ловить преступников. Человек, который отвечает, уполномоченный по правам человека, он должен заниматься защитой прав человека, а не рассказывать порнографические истории. Это у него совершенно другой профиль. То, что делала Денисова, она превратилась в вот такое информационное агентство по поставке таких материалов. Теперь, после этого, сейчас недавно было расследование украинской правды. Журналисты начали проверять истории, о которых публично говорила Денисова и ее дочка Квитко. Однако не нашли, не смогли найти, опять-таки, доброжелательные, корректные, ни одного подтверждения материалов, которых она публиковала. И понятно, что она не передавала это правоохранительным органам. Весь пар уходил в гудок. И вот это, к сожалению, вещь, которая вообще характеризует нынешнее поведение Украины. То, что там пиару уделяется гораздо больше времени, причем агрессивному пиару, чем всем остальным видам действий. У них война идет, а Истович, он так часто, предсоветник президента, он так часто выступает в ютубе, что непонятно, когда он спит. Ну, не так часто, он это делает, там, раз или два раза в день, так что остальное время он работает. Но дело не в этом. Не, но я один день посчитал, просто по времени, у него получалось, что он шесть часов. Так что это достаточно много. Советник – это понятие растяжимое, и круг его обязанностей в него может входить, кстати, и пропагандистская деятельность тоже. Окей, так вот, ну, и президент, и военный, и начальник генштаба, получается, что все это идет, весь пар уходит в уголок. Дальше происходит следующая вещь. У нее начинается по нарастанию. Опять-таки, может быть, не она сама придумала, может быть, там кто-то и звонил. Вполне возможно, что звонили какие-то женщины, которые пересказывали свои самые эти зловещие сексуальные фантазии. Такое тоже может быть. Потому что, когда ты разлагаешь эти вещи, о которых говорила Денисова, то они укладываются в такие матрицы архетипов мифологических. Ну, допустим, вот есть очень известный мифологический архетип о девочке, которая пошла на поляну собирать цветы, и ее в этот момент изнасиловали. На этом, допустим, архетипе строится миф о похищении Европы, там, и еще несколько мифов о богах, которые спускались к смертным женщинам. Есть еще куча вещей. Но у нее вот эта вот девочка пошла, и ее в этот момент изнасиловали российские солдаты. 16-летняя, беременная, была изнасилована вместе со своей 78-летней бабушкой. Причем это вот и бабушку, и ее внасиловали одновременно, а она в 16 лет уже была беременна, и Денисова при этом рассказывала, что российские солдаты, при этом они получали приказ от своего командования, чуть ли не лично от Путина, что надо насиловать украинских девочек для того, чтобы они потом не могли рожать украинцев. Про Бучу она рассказывала, что там был специально оборудованный подвал для изнасилований, где были изнасилованы 25 девушек, и 9 из них забеременели. И она, у нее шло вот так по нарастанию, и в какой-то момент уже даже наиболее, так сказать, доброжелательные к Украине, СМИ и так далее, стали понимать, что тут что-то не то. Потому что она начала рассказывать об изнасиловании 9-месячного ребенка чайной ложечкой, об изнасиловании грудного младенца свечкой. У нее начались рассказы об изнасиловании не только мальчиков, девочек и женщин 78 лет, она рассказывала про изнасилование 60-летнего мужчины. То есть у нее все это усугублялось. Может, она просто немножко нездорова была? Я не знаю. Потом она сказала, что вот она это сделала, потому что когда она выступала в итальянском парламенте, она почувствовала, что итальянцы, ну, кстати говоря, наиболее примиренческая страна в Европе, итальянцы уже устали от войны в Украине. И они бы хотели, чтобы мир, а не действовать против России. И поэтому мы на информационной войне. Это она говорила всем, кому угодно. И когда на пресс-конференциях журналисты там спрашивали, типа, задавали вопросы, ну, что-то выглядело слишком абсурдно. А она говорила, я не желаю вам быть изнасилованными. И я не буду пересказывать все, что говорит Денисова. Это просто, ну, в общем, женщина должна была бы работать на порнографических сайтах. У нее это получается. Причем у нее все это шло по нарастающим. При этом ни одного дела. И это уже начало выглядеть абсолютно достоверно. Если вначале украинские власти, которые видели, что у Денисовой берет все западные СМИ, берут у этого мундусмена истории, ну, ей доверяют она же, уполномоченные по правам человека, это же не просто бабка со скамеечки. И они это старались, чтобы она, типа, добавляла бульжару. То потом они увидели, что она как-то настолько перебарщивает, что перестает бегать. Именно из-за этого ее снимают. Ее снимают, и дальше вытекает ситуация, что снятое с должности, после снятия с должности, им надо было как-то объяснить, но не то, что она, типа, хотела по-хорошему, изорвалась. И сейчас в Украине идут журналистские расследователи по поводу Денисовой. И выясняется, что у нее огромное количество имущества осталось в Крыму, где она работала. И что с этого имущества она вообще-то платила налоги Российской Федерации. У нее там бизнес. Выясняется, что у нее там еще всякие приписки, мошенничество и аферы, которые шли всю дорогу. Выясняется, что в свое время она была, когда она была крымским политиком, она громко кричала, что я горжусь тем, что я русская, и выступала с антиукраинскими выступлениями. А тут российский сенатор Сергей Цеков, который в середине 90-х был спикером Крымского парламента, начал тоже рассказывать, тоже стало интересно. И он рассказывал, что в 90-е годы, когда люди мучились получением пенсии, а Денисова уже тогда была руководителем пенсионного фонда Крыма. И что она сделала? Она предложила, чтобы эту пенсию получали не деньгами, а продуктами питаниями, консервами, гречкой, сахаром и другими товарами. Вот так будет получать пенсию. Понятно, что когда, если ты покупаешь эту пенсию, гречку в огромных количествах, то тебе при оптовой покупке будут очень большие скидки. Может быть, даже почти в два раза меньше. Но, когда их перечисляли пенсию пенсионерам, то получалось, что гречка идет по ценам в два раза выше рыночной. То есть, получается, разница между оптовой и розничной ценой, значит, клава в карман. Ну да, то есть, зарабатывали почти в четыре раза. Да, обманывая пенсионеров. И вот таких подвигов за нее огромное количество. Но, опять-таки, как я вначале сказал, мы обсуждаем не моральный облик этой... Да, хорошо, моральный облик мы не обсуждаем. Но, получается, что вот ее сняли. Какие-то последствия будут для этого? То есть, есть какое-то уголовное дело на ее счет? Пока нету. Есть только обсуждения и типа общественное порицание. Ну-ну-ну. А что уже, честно, означает, что новая облик, все нормально. Но мы можем делать выводы, несколько выводов. Первая вещь, как мы говорим, что в информационной войне у нас была по этому поводу специальная передача. Сегодня и с российской стороны, и с украинской стороны люди, которые могли бы просто поменяться друг с другом. То есть, вполне можно предположить ситуацию, когда Денисова была бы в Москве вместо Поклонской. А Поклонская была бы в Киеве вместо Денисова. Ничего бы не изменилось. Ну, конечно, они работали в Крыму вместе. Да, но я имею в виду... Наверняка были знакомы наши самые. Да. Ничего бы не изменилось. То есть, одни и те же люди. Мы можем сказать вторую вещь. Что все-таки, знаете, в информационной войне, как и во многих других вещах, надо помнить правила, изложенные в русской пословице. Смотри, остро точишь, выщербишь. Она слишком остро тащила. И из-за этого она нанесла вот именно имиджа Украины и позициям Украины гораздо больше вред, чем почти все российские пропагандисты вместе взятые. Опять-таки, мы не можем сказать, что в Украине российские войска не делали преступления и так далее. Но после Денисова как-то слабо начинаются верить и в те вещи, которые говорились другими ведомствами. Ну, это же известно, это уже сколько, если много раз кричать слова «пожар», то потом тебе уже никто верить не будет. Давид, спасибо. Спасибо большое. И последняя вещь. К чести Украины, надо сказать, что они вовремя остановились и снялись ее. Спасибо. Мы беседовали с Давидом Эдельманом, историком-политтехнологом. Наша программа продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин.